Первенство ДФО по греко-римской борьбе ежегодно собирает во Владивостоке спортсменов со всего округа. Здесь и Приморье, и Саха-Якутия, и Хабаровский край. Все ребята младше 17 лет. Для них это важный старт, на котором можно не только получить призовые медали, но и побороться за шанс выступить на всероссийских соревнованиях. В каждой возрастной группе, тем более как у нас проходит ДФО, отбирается сейчас на первенство России. Первенство России отбирается на Европу и на мир. Получается резерв для старшей команды, которая сейчас будет выступать на Олимпиаде. Каждую из схваток спортсмены проводили по формуле двух периодов по две минуты. Какие-то встречи заканчивались досрочно, другие, напротив, тянулись дольше положенного времени. Судьям часто приходилось отсматривать повторы, дабы вынести важное решение. Все потому, что совсем недавно Россия стала принимать международные поправки в правилах греко-римской борьбы. Дальний Восток стал одним из первопроходцев новой системы. Сейчас опять партер ввели, новое положение партера. Сделали формат взвешивания, то есть, чтобы ребята меньше гоняли вес, здоровье меньше тратили, да, сделали взвешивание два дня. Сегодня в Приморье этой дисциплины занимается Федерация спортивной борьбы, куда входят четыре вида спорта. Греко-римская и вольная борьба, панкратион и грэплинг. Сами тренеры и руководители Федерации отмечают, что с появлением модных занятий вроде ММА популярность греко-римской борьбы поубавилась. Но, несмотря на это, свою нишу единоборств она все же занимает. Да и к тому же спорт ведь олимпийский. Практически каждый год у нас есть призеры России. И на Дальнем Востоке, сейчас на федеральном округе по этой возрастной категории по кадетам 2001 год и младше, у нас 9 финалистов из 11. То есть, уровень очень даже хороший, поэтому, несмотря на хорошие школы в Комсомольске, в Хабаровске, сейчас Якуты очень сильно растут. Все равно у нас достаточно, мы на хорошем уровне. Сильнейшие борцы на Дальнем Востоке уже определены. Теперь впереди первенство России, которое пройдет в Ингушетии уже в феврале. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова